Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Жалобы услышаны. Губернатор края проверил барнаульские поликлиники после обращений жителей. Не первой свежести. Кто виноват в том, что дети отравились школьным питанием? Витамин D как лучшая профилактика коронавируса. Что о новой гипотезе думают специалисты? Сегодня наша съемочная группа работает в красной зоне Новоалтайского ковидного госпиталя. И о том, в каких условиях лежат пациенты, много ли тяжело больных и какая нагрузка ложится на врачей, мы расскажем вам завтра. Ну а сегодня губернатор Виктор Томенко смог своими глазами увидеть барнаульцев, которые по несколько часов ждут очереди в регистратуру и еще несколько на прием к врачу. Губернатор края посетил первую, девятую и четырнадцатую поликлиники после многочисленных жалоб жителей. Это кадра из четырнадцатой поликлиники. Она считается одной из самых проблемных в городе. К учреждению прикреплены около ста тысяч человек. Сейчас из двадцати восьми терапевтов принимают только одиннадцать. Работают они по двенадцать часов ежедневно. К слову, в тот момент, когда губернатор посетил больницу, очередь пациентов волшебным образом растворилась. Об этом сразу начали злорадствовать в соцсетях. Пользователи говорят, что пациентов просто завели через другой вход. Однако позже эту информацию проверк главный врач больницы. Очередь на самом деле никуда не исчезла. На тот момент, когда губернатор находился, количество пациентов в регистратуру было достаточно. И по словам главного врача, очереди, о которых говорили люди, это очередь в кабинет за больничными листами, а не в регистратуру. Кстати, накануне Томенко встречался и с медиками городской больницы номер пять. Напомним, на базе больницы был развернут первый ковидный госпиталь в Алтайском крае. С апреля многие врачи ни разу не были в отпуске. Сейчас много работы с тяжелыми пациентами. Сил не хватает. Хирурги, гинекологи, эндокринологи и другие специалисты уже давно работают инфекционистами. Также помогают студенты-медики, которым еще бы учиться, говорит главврач. Они уже на передовой. Без ограничительных мероприятий, это мое глубокое убеждение, любого рода, без противоэкономических грамотных мероприятий, только силами врачебного состава, который лечит тяжелых больных, мы эту эпидемию не переломим. Я не за то, чтобы предприятия останавливались, экономика останавливалась, но какие-то вещи, как массовые свадьбы, какие-то еще другие мероприятия, без которых можно обойтись. По словам губернатора, после всестороннего изучения эпидситуации в крае было принято решение, что новую волну жестких ограничений общество будет сложно пережить. Поэтому остается уповать на дисциплину людей. Это усиление контроля масочного режима в транспорте и в магазинах. Ирина Корчагина, День с толком. А пока глава региона инспектирует не такие переполненные, как обычно, поликлиники, проблемы обостряются в других медучреждениях. Жители Барнаула выложили в сеть видео, как они безуспешно пытаются получить помощь в диагностическом. Девушка жалуется на трудности с дыханием. Авторы видео сообщили, что дома у них есть аппарат с кислородом, но он уже заканчивается. Получить более серьезную помощь, впрочем, как и узнать, каково состояние их здоровья, семья не может. В диагностике им отказывают, так как молодым людям нет 65 лет. И, к сожалению, таких историй в последнее время все больше. Возможно, руководителям ведомств стоит обратить внимание на эту проблему. А теперь свежая статистика. За сутки в крае развернули еще 254 койки для ковидных пациентов. Таким образом, сейчас свободны 675 мест. За день сотрудники Роспотребнадзора выявили еще 172 новых случаев заражения коронавирусом. Умерло 8 пациентов с диагнозом COVID-19. В итоге в крае уже 15 680 человек заразились новой инфекцией. Подчеркнем, и это только по официальным данным. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 274 жителей региона, 134 подключены к аппарату ИВЛ. А между тем, сегодня в Барнауле впервые поставили вторую часть вакцины от коронавируса. Приняла препарат вновь главный эпидемиолог края Ирина Переладова. Как она себя чувствует после первой прививки и когда стоит ждать эффекта, расскажет Анастасия Дороган. Это еще не вакцина. Перед прививкой от коронавируса у испытуемого берут кровь. Потом по этим данным проверят выработку антител COVID-19. Главный эпидемиолог края Ирина Переладова процедуру вновь проходит первой в регионе. Вот как мы с вами общались. Три недели назад, вот ровно я такая же стою перед вами, без каких-либо проблем, последствий и так далее. Часть медицинских работников у нас совершенно спокойно перенесла данную вакцину. Два человека у нас заболели респираторно-вирусной инфекцией. Наши доктора, которые заболели, именно закатарили на третий-четвертый день. Препарат, введенный сегодня, не усилит, а дополнит первую дозу. Вакцина дробная. В два захода организм человека получает два разных генома вируса, которые в сумме должны сформировать иммунитет. Как, например, несколько прививок от краснухи. Все 42 дозы первой партии вакцины уже использованы. До конца года Край получит 2005 доз. И все они по-прежнему для медработников. Других врачей, по словам главного эпидемиолога Крайя, испытание вакцины пока подстегнуло прививаться от гриппа. А обычным барнаульцам, желающим испытать прививку от коронавируса, нужно подождать. С января месяца начинается массовая иммунизация населения всех групп населения. И вакцина, скорее всего, и вероятнее всего, будет иная. На днях будет зарегистрирована вакцина, которая хранится в обычных условиях, как и вся другая. То есть все прививочные кабинеты смогут у нас работать, смогут охватывать население вообще в дальних уголках, на папах, на участковых больницах. Препарат должен подарить иммунитет на два года. Однако все эти данные о новой вирусологии вакцине еще только предстоит выяснить и подтвердить испытуемым. Тем не менее, у врачей на прививку большие надежды. Если вакцина действительно защитит население, то, возможно, следующий сезон простуд обойдется без коллапса в медицине. Анастасия Дрога, Николай Шелко. День с толком. Достаточный уровень витамина D снижает риск смерти от COVID-19 в половину. Такие сообщения появляются в СМИ. Людям с дефицитом витамина рекомендуют скорректировать рацион и принимать биодобавки. А зачем еще нужен витамин D и действительно ли он чудодейственно спасает от короны, расскажем в видеосюжете. Витамин D вырабатывается нашими организмами под солнечными лучами. Плюс мы получаем его из пищи. Но в наших условиях и солнца недостаточно, и с рационом беда. А витамин этот, как утверждает главный внештатный специалист края по детскому питанию, необходим людям всех возрастов. Профилактика развития аутоиммунных заболеваний, профилактика развития онкологических заболеваний, профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний. Когда мы загораем? Только в летнее время. Поэтому только в летнее время мы можем синтезировать в коже достаточное количество витамина D. Начиная с осенних месяцев мы должны принимать профилактическую дозу постоянно, каждый день, по тысяче международных единиц в сутки. Некоторые врачи считают, что витамин D необходимо дополнительно принимать, ведь солнечный загар не очень полезен. Загорать не полезно. Загорать не полезно. Получать витамин D таким способом не полезно. Воздействие ультрафиолета на кожу увеличивает риск солнечной алкологии. Загорать нет, солярии запрещены, приняли это как факты. То есть снова принимать витамин в лекарственных формах. Популярности ему добавило и исследование, согласно которому достаточный уровень витамина D снижает риск заражения коронавирусом и даже смертность от ковида. По крайней мере об этом рассказывают уже многие СМИ. Но эксперты уверяют, журналисты неправильно интерпретируют результаты исследований. Ведь нашли ученые именно корреляцию тяжелого течения коронавируса и низкого содержания витамина в организме. Вовсе не значит, что вещи это связанные. И самые авторы об этом сказали, неоднократно подчеркнули, что не воспринимаете наши результаты как призыв пить витамин D. Потому что не исключено, что существует некая третья, а может быть четвертая, пятая, десятая причина, которая связана одновременно и с тяжелым течением коронавируса, и с низким уровнем витамина D в крови. Такое уже было, то есть такое уже неоднократно встречалось. В истории исследований уже пытались притянуть витамин D к детской бронхиальной астме. И не получилось. Среди экспертов есть еще одно предположение. Витамин D и в нашей стране, и за рубежом выпускают многие фармкомпании и в серьезных объемах. Это может означать, что мы еще не раз услышим о чудодейственных свойствах солнечного витамина. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Не польза, а сплошной вред здоровью. Родители учащихся средней школы села Зудилово Первомайского района пожаловались на просроченное питание в столовой. По словам мам и пап, их детям давали кислый сок и просроченный шоколад. Несколько человек получили пищевое отравление. С подробностями Мария Микшута. У здания Зудиловской средней школы спонтанное родительское собрание. Они ждут не только детей после уроков, но и жаждут изменений. Два дня подряд, по словам родителей, школьников кормили продуктами с истекшим сроком годности. Кто-то из малышей принес просрочку домой, а кто-то успел съесть. Видела я, что она с шоколадкой, но я не обратила внимания, даже не посмотрела ни на срок. Мы же всегда думаем, что дети ходят в школу, в садик, естественно, они защищены. Я достаю шоколад, а оказывается, действительно, он получается уже с мая месяца просроченный. Сейчас вот у нас октябрь, 4 месяца просрочки. Известно, что сейчас учеников начальных классов кормят бесплатно, но это не повод травить детей, уверены родители. У Жанны Некрасовой два сына, один из них учится в начальной школе, как и остальные, получил просроченный шоколад. А вот за питание старшего женщина каждую четверть отдает более 2000 рублей. Посмотрев на срок годности, оказывается, что продукты уже просрочены. И я у старшего посмотрела, у него такая же история. То есть младшие питаются, получается, бесплатно, а старшие мы деньги платим. И тем, что тем, дают одно и то же. После ЧП с шоколадом директор школы заверила родителей, что провела проверку и просрочек больше не будет. Но на следующий день детей напоили просроченным почти на полгода соком. Но вчера опять сок был с просрочкой. Ребенок успел выпить сок? Да, ребенок успел выпить сок. Просрочка началась с мая этого года. То есть это второй день, когда мы кушаем в столовую просрочку. Обошлось без серьезных последствий, помощь медиков не понадобилась. Но мама и папа уже начали бить тревогу, почему в школе не озабочены качеством, сроком, годности и ассортиментом детского обеда. Например, несколько дней назад ученица отравилась, как сама уверена, жареными пельменями. После пельменей ребенка заболела голова, она попросила меня приехать забрать ее. Я приехала, забрала и дома ее вырвала. Утром она проснулась и пожаловалась на боли в животике. Мы не пошли в школу, естественно. Я отписалась с преподавателю, чтобы мы не придем. Сегодня она опять, у нее вчера расстройство желудка вечером было. Утром она опять жаловалась на боли в животе. Такими обедами школьники, мягко говоря, недовольны. Нам давали котлеты, и они были, ну, я разрезала их ложкой, и там было все красное, как будто бы они не дожарили. А внешне выглядит нормальная котлета такая, а внутри из нее даже кровь текла. Каждый день беру хлеб, чтобы покушать хорошо, а там постоянно есть плесень. И повторялось это уже не первый раз. За разъяснениями, почему детей кормят просрочкой, мы обратились к директору школы. Сейчас что-то сказать, назначить, извините, кого-то виноватым, я не могу, когда мы разберемся. Я это же самое говорила родителям о том, что да, факт есть. Я этого не отрицаю. Ковар, ковар. То есть она, когда привозят продукты, она принимает эти продукты, расписывается в счетах. Вот какого-то специального человека мы позволить себе не можем. На момент приезда нашей съемочной группы в школу нагрянула проверка комитета по образованию администрации Первомайского района. На месте поговорить не удалось, зато по телефону ситуацию прояснили. То, что недосмотр директора школы и работников столовой, это понятно. Поэтому здесь я почему-то говорю, что да, директор будет наказан. Потому что контроль должен быть за всем очень строгий, особенно на сегодня за питанием детей. Но дети – это все. Питание, тут можно получить любой результат отрицательный. Эту историю обещали взять на контроль. Мы, в свою очередь, написали запрос в Министерство образования региона и будем следить за развитием событий. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком. Ну а теперь тоже к серьезной теме, которая не имеет отношения к пандемии, но за ней тоже многие пристально следят. Свист пуль и вспышки огня продолжаются в Нагорном Карабахе. И это несмотря на объявленное 4 дня назад перемирие. Из-за клочка земли продолжают гибнуть мирные люди среди азербайджанцев и армян. Наша съемочная группа встретилась с представителями двух конфликтующих народов, которые проживают на Алтае. Что они думают по поводу происходящего, расскажем далее. А сколько там мирных жителей есть погибших? 30 мирных жителей потерял азербайджанский народ меньше, чем за две недели. И речь только об одном районе Нагорного Карабаха. В конце сентября там, после 27-летнего затишья, вновь раздались выстрелы. Возобновилась борьба за землю, за своих погибших братьев. Азербайджанцы, проживающие на Алтае, молятся ежедневно. ПЕСНЯ Ну, настроение, война, где идет, если бомбят мир людей, как будет настроение у всех? Конечно, волнуемся, переживаем, родные живут там. Ну, война есть война. Это показывает свой результат. А мы тоже хотели, чтобы результат мирным путем был. Армяне должны понять и знать, что оккупация Карабаха, Азербайджан никогда не согласится. Карабах будет в составе Азербайджана. Да, мы готовы жить дружно с армянами. Мы готовы как бы перейти, жили, хоть живут. Иногда мы думаем так, что, к сожалению, Армения на этом процессе маленькая печка. Обострившийся конфликт армянская диаспора комментировать не стала. Жительница Барнаула, уроженка Армении, Гар, Краян, ежедневно читает фронтовые сводки с родины и призывает к миру. Говорит, кусок земли не стоит жизни, как мирных, так и солдат. Как закончится, ну, наверное, сторона азербайджанцев, они скажут, пока мы не заберем землю, да, наша сторона армии, они скажут, это наша земля, да, наш народ там живет. К какому они компромиссу придут, здесь сложно угадать. Скорее всего, тут народ-то ни при чем, да, это политические игры. Жаль, что кто-то меня подобный решает, когда я отдам жизнь и по каким причинам. Конфликт двух народов переходит все границы, но надежды на его завершение в ближайшее время не предвидится, говорят политологи. Два близких народа, которые, к слову, в Алтайском крае, да и не только, дружат с семьями, сидят за одним столом, давно бы смогли прийти к перемирию, если бы не вмешательство третьих лиц, из-за которых азербайджанцы и армяне, ежедневно вынуждены хоронить своих родных и близких. Валентина Аскирова, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Руб, скиппинг – это те же прыжки со скакалкой, только подход гораздо серьезней. Старая детская забава вернулась в наше время уже как модное направление фитнеса. Энтузиасты решили развивать этот вид спорта в Барнаульском детском саду, пожалуй, впервые в России. Мы с оператором посмотрели, что получилось. И такие успехи всего спустя два месяца тренировок. В упаковке нового фитнес-направления прыжки со скакалкой вернулись в Россию. Руб, скиппинг в Барнаульский детский сад номер 215 принесла Татьяна Лункина. Можно сказать, что мы стоим у истоков зарождения спорта данного в Российской Федерации. Я занималась год, у нас есть команда в Алтайском крае, есть своя федерация, которая открыта тоже с 1 октября 2019 года. У нас есть президент федерации руб, скиппинга. А 215-й детский сад стал своего рода платформой для развития руб, скиппинга в крае. Пока это эксперимент. Но если в новой спортивной федерации разрешат выводить детей на соревнования уже с 6 лет, то маленькие спортсмены готовы. Не торопись. Да, ножички. Носиком-ножиком дыши. Молодец. Вообще, когда Татьяна Сергеевна принесла это направление нам, оказалось, что скакалка, прыжки через скакалку, они есть в образовательной программе. Просто мы их интерпретировали в несколько другую форму, и она стала гораздо интереснее и ближе детям. А вам нравится вообще заниматься? Да. Почему? Можете рассказать? Потому что она там весела и хорошая. А мне, потому что я вырос, то и пойду в спорт. Руб, скиппинг может стать хорошей прививкой здорового образа жизни. Динамичный и при этом, как уверяют тренеры, не травмоопасный. А главное, интересен детям. Впереди у подготовленных малышей любой спорт. Да и скакалка в умелых руках – фитнес-тренажер. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Это место, чтобы сделать это, чувак. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Судя по всему, зима будет теплой и малоснежной. Об этом свидетельствует туман, который сегодня в покров день укутал краевую столицу. Существует еще ряд народных поверьей в этот день. Восточный или западный ветер предвещает суровую зиму, снежную и морозную. Южный – мягкую, теплую, но северный обещает холода, сильный снег и метели. Надеемся, что хотя бы погода этой зимой будет благосклонна к жителям нашего региона. Спонсор прогноза – компания «Стройрегион». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, в соцсетях Instagram, ВКонтакте и Facebook. И подписывайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok